Итак, давайте попробуем разобраться, каким же образом достичь этой замечательной цели, которая называется свобода. Полная, абсолютная финансовая свобода. Но я хочу, во-первых, оговориться, если ваши спонсоры вас учат по-другому, и в вашей организации настроена другая система, то нужно следовать тому, что говорит спонсор. Здесь я просто высказываю свою точку зрения. Это теория, это изучение премудрости сетевого бизнеса. Чем больше информации, тем полезнее. Но теория замешана на практических действиях, на практическом опыте. Итак, на самом деле все ведь просто. Есть продукт хороший в компании, его надо продать. Продав продукт, мы заработаем денег, но мы не заработаем денег, если продукт некачественный. Если продукт качественный, то мы поможем людям решить их проблемы с помощью нашего продукта. И заработаем денег. Все. В одиночку много денег не заработать. Бизнес в одиночку не делается. Поэтому нужно создать сеть, которая бы продавала. Есть правила определенные. Первое правило. Продукт должен быть настолько хорошим, что я его сам использую. Это первое и основное правило. Оно мне нравится, я его использую и от всей души его рекомендую другим людям. Из чего же работа состоит? Первое, использовать продукт, а второе, рассказывать о нем и о возможности на этом заработать. Часть людей будут покупать продукты и больше ничего. Это клиенты. Часть людей будут покупать продукт и немножко подрабатывать, продавая их в розницу по чуть-чуть. Часть людей будут использовать продукты и более энергично продавать. Побольше. И наконец, самая главная категория людей, это те, которые и продукты используют, и на всю катушку работают, понимая, что они могут за 2, 3, 4, 5, не знаю, 10 лет добиться полной, абсолютно полной финансовой свободы, без вложений, без риска, просто на одном энтузиазме и на идеи, которая заложена внутри сетевого бизнеса. Итак, самые главные и ключевые люди, конечно, это те, кто серьезно будет строить бизнес, ваши лидеры. Но без остальных тоже не обойтись, без клиентов и тех, кто по чуть-чуть. Они заходят, выходят, главные люди, это те, кто пришел вместе с вами добиться свободы. Продукт должен быть в руках, он должен работать, он должен доставляться регулярно потребителю. Желательно, чтобы он был повторяемым, используемым, потребляемым. Съел снова, съел снова, намазал снова, куда-нибудь использовал, нужен новый. И тогда, это наилучший вариант. Нужно, чтобы не только продукт поступал в системе регулярно, но нужно, чтобы еще и была налажена система. Чтобы все, как один в организации, знали точно, что надо делать. Делать надо две простые вещи. Первое, использовать продукт. Второе, проводить презентации. Как можно большему количеству людей рассказывать о продукте и о том, что можно заработать. Презентация должна быть простой, ясной, доступной, демонстрирующей выгоду, короткой, ненапряжной, продуманной, заученной однажды наизусть, всеми и повторяемыми, всеми одинаково. Кому рассказывать? Своим друзьям, родственникам, соседям, знакомым, когда они заканчиваются и к друзьям, и к соседям, знакомиться с другими людьми, сближаться, вызывать доверие к себе. И снова, и снова, и снова искать, 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 искать людей. Те, которые заходят в бизнес, они заходят, чтобы пользоваться продуктом, чтобы пользоваться продуктом и чуть-чуть продавать, чтобы пользоваться продуктом продавать побольше и чтобы, наконец, стать лидером. Так вот, те, которые заходят, большая часть из них выйдет, значительная часть, нужно успеть вовремя взять их знакомых, их друзей, потому что свои закончатся. Вот все, здесь бизнес. Если продукт всегда один и постепенно обновляется, улучшается, появляются какие-то новые элементы, то это хорошо. Если презентация все время меняется, если человек вынужден все время перестраиваться, переделывать, подстраиваться под новые обстоятельства, то тогда бизнес быстро не развивается. Я понимаю, перемены, перестройки возможны, но когда сплошные перемены, бизнес разрушится, рано или поздно. Нужна стабильность, потому что абсолютное большинство людей, 90% людей думать не желает, это истина, это аксиома, нужно ее принять. Человек любит к чему-то привыкнуть и этим пользоваться, привыкнуть и использовать, привыкнуть к словам и произносить их. Если вы будете дергать людей, все разрушится. Итак, вы приводите свою первую линию и учите их делать то, что вы научились делать. Те приводят свою первую линию и учат, что нужно делать следующим. Те своих, те своих, первая линия, широкое, большое количество лично приглашенных, залог твоего успеха. Если они будут повторять в результате правильно настроенной системы, простой презентации и короткого, емкого обучения, которое можно проводить раз в неделю, этого достаточно, чтобы стремительно начала строиться организация. Я знаю, что не все согласны с такой точкой зрения. Я знаю, что большинство людей хочет глубоко изучить все продукты, сидеть за компьютером с утра до ночи. Я знаю, что большинству нужен офис. Я знаю, что большинство будет разбираться какие-то молекулы, какие-то, я не знаю, составляющие в этом продукте. Я знаю, что большинство людей не пойдет по вашему пути, но найдутся люди, у которых есть цель, мечта быть свободным. И когда вы покажете им эту систему и будете день за днем, неделя за неделей повторять одно и то же и демонстрировать успех, а успех кладется из наслоения, из наслоения, из наслоения, из повторения, из повторения, из повторения, из повторения, из повторения, повторения, быстро, много, долго и правильно. И вы разбогатеете, потому что за нами пойдут люди. Они будут показывать другим, те другим, те другим, и так быстро строится организация. Если вы возьмете за дело решительно, у вас будет большой, крупный бизнес.